В Писании, Откровении сказано, когда Иоанн видит вот это вот видение последних дней апокалипсис, то он видел души убиенных, обезглавленных, святых, которые не согласились принять число зверя. Вот так вот. То есть те люди, которые будут оставлены, которые пройдут через это горнило страданий, они только через смерть, обезглавливание в частном случае, да, вот здесь говорится, только таким образом они еще как-то смогут, да, смогут попасть в царство. Поэтому это очень и очень серьезно. И вот смотрите, то есть все эти вещи, когда уже после скорби придет Иисус, будут много знамений. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, еще хуже, да, луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение, Матвея 24, 29, явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и вот как раз и Израиль может быть покаяться, да, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Это будет время суда над живущими на земле. И, как говорят американцы, I assume, я допускаю, что уже вот именно те, кто во время скорби не поклонился Антихристу, их уже не будет. Их уже не будет, то есть на земле останутся одни грешники-нечестивцы. И вот здесь следующее сказано, Откровение 19, «И будет он облечен в одежду, обогренную кровью, Иисус, да, имя ему, Слово Божье, и воинства небесные следуют за ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый». Откровение 7, 9 – это то, что видел Иоанн, да, «Изус же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости, гнева Бога-содержителя». То есть вот это страшное уже не будет касаться, уже верующих никого не останется, никого. эти события, они относятся и к Израилю, и именно к тем язычникам, атеистам, которые так и не приняли, и не поклонились Господу Богу. И дальше интересно сказано, можем читать 24 глава Матвея, 25, «Когда придет Сын Человеческий во славе своей, все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Знаете, я все время думала, вот какие принципы, да, суда Господня, и мы видим, что грехи все перечислены в Писании, заповеди мы знаем, но дальше сказано, «Поставят овец по правую сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное от создания мира». И он говорит, «Ибо алкал я дали мне есть, жаждал, напоили меня». И дальше ему праведники говорят, «Когда это было?» Он говорит, «Вы сделали одному из малых стих». Но потом он говорит этим козлам, то есть людям, которые по левую руку, и он говорит, что «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его, я алкал, вы не дали мне есть, жаждал, не напоили меня». И они говорят, «Когда это было?» «Вы не сделали это одному из малых стих». Знаете, это такой wake-up call, звонок пробуждения. Потому что Господь не только будет судить, что ты там согрешил, убил, украл и так далее, но тогда, когда ты не оказал милость, когда ты мог. Не напоил того, кто жаждет, не накормил, кто голоден. И дальше очень строго он говорит, «Пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть будет вот этот вот суд. Поэтому что требуется от нас, как от церкви, друзья? Быть готовыми. Быть готовыми в любую минуту, в любое время, так как второго шанса может не быть. Второго шанса может не быть. Даже если кто-то из нас, не дай Бог, останется на великую скорбь, вы можете гарантировать, что вы выдержите страдания. Вы можете гарантировать, что вы выдержите, когда вас будут как зайцев гонять по лесам, и будут выслеживать, и будут бросать тюрьму. Вы понимаете, сейчас совсем другой народ, чем народ, который был во Вторую, в Первую мировую войну. Мы привыкли к комфорту, друзья. Поэтому мы должны задуматься вообще. И сегодня просто вот расскажите эту проповедь своим ближним. Притащите их на этот спектакль. Я не знаю, расскажите им что угодно. Там призы разыгрывают. Там вообще что угодно, чтобы только человек услышал и прозрел. То есть на кону стоит вечность. На кону стоит, где человек проведет вечность. Или в аду, или с Господом. Вы знаете, был такой путешественник Эрнест Шеклтон. И он когда-то, он исследовал Южный полюс, была экспедиция. И он оставил несколько человек своих, значит, на острове, этот Слоновий остров называется. И он пообещал, что он вернется. И позже, когда он попытался их забрать, то большой айсберг встал на пути. Он не мог подплыть просто к ним совершенно. И вдруг случилось чудо. Случилось чудо, и открылась как бы такая, как ледяная дорога. И этот айсберг, который блокировал, или он осел, или что-то произошло. Но факт тот, что эта группка людей, стайка людей, которая стояла, они быстро-быстро по этой ледяной дорожке, они забежали на этот корабль, они их забрали. И они были настолько готовы, что их мешки спали, и все было перевязано. Этот Шекклтон потом говорит, как вы знали, как вы так были готовы? Он говорит, они говорят, что каждый день мы были уверены, что ты, капитан, за нами вернешься. И каждый день мы всегда сворачивали весь свой этот провиант, все это оборудование, и мы просто стояли на готове, ждали, что ты вернешься за нами. Это, знаете, хорошая иллюстрация, картина нам с вами. Потому что точно так же никто не знает дня и часа. Вот представьте, что первоапостольская церковь ждала это, и это та тайна, которую Господь не собирается нам открывать. Он дает определенные признаки, Он дает определенные знамения, Он дает определенные признаки, которые в мире. То есть мы даже все равно не знаем, когда случится восхищение, но мы видим, насколько world is ready to world, вот это вот one government, одно правительство, да, одна личность, которая будет очень харизматичной, личность, которая будет талантливой, мы знаем, что это сын дьявола, да, антихрист, то есть полная противоположность Христу, который будет принят вот так на ура. И люди просто, мы видим, что сейчас идет разделение общества, консервативные настроенные, либерально настроенные, и люди просто побегут, побегут принять эту клятву, потому что будет единый инком, то есть практически не нужно будет особо работать, будет единая медицинская страховка, будет вот этот big reset, как они говорят, большая перезагрузка, аннулируют моргичи, понимаете, насколько люди это примут вообще на ура, и будет единая система обеспечения, но и единая система контроля. И вот как раз в этом спектакле показаны две молодые пары, парень и девушка, парень и девушка, которые первые приняли клятву легендс и поклонились антихристу, а другие, как просто, как, я не знаю, скрывались в палатке, там, в лесу и так далее, чем это закончилось. То есть, вот будет дан такой выбор, будет дан выбор. Интересные притчи говорит Иисус, опять-таки, не просто, чтобы сказки рассказать, но Он говорит ученикам в то время, и представьте, что сейчас мы это читаем, и это актуально, и мы вспоминаем 25-я глава притча о десяти девах. Вы помните, да? Царство небесное подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть, а это еврейский обычай, в чем он заключался? Он заключался в трех стадиях свадьбы. Первое, это была помолвка. Второе, это обручение. С этого момента они еще не жили, жених с невестой, но они официально считались как муж и жена, и жених уходил. Помните, как ситуация с Марией? Иосиф пошел, он строил дом, он все приготовил, чтобы уже жена въехала, так сказать. И третье, это пир, свадебный пир, да? И вот как раз здесь ситуация с десяти девами, это когда жених шел, скорее всего, в готовый дом. Слышите, какой прообраз? Иисус, жених, идет за церковью своей. И недаром, когда вот здесь говорит Иисус про последнее время, он приводит в пример эту притчу. И он говорит, что подобно Царству Небесным десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть это дом невесты. И это, опять-таки, как прообраз церкви, да? Вот мы здесь все в доме невесты. И вот подружки были разумные и неразумные, да? И процесс забирания невесты из дома мог затянуться от месяца до года, в зависимости от того, как жених подготовил дом, подготовил там, может быть, финансы. И вот они ждали. Они ждали. И что интересно, вы знаете, в этой притче, что они все уснули. Я как-то это выпускала, знаете, и я думала, что уснули только вот, извините, тупые эти девы, да, немудрые. Оказывается, уснули, задремали все. Потому что сказано в пятом стихе, двадцать пятая глава, как жених замедлил, то задремали все. То есть, но. Одно большое но было. У мудрых было не только светильники. То есть светильник, это как что? Ну, прообраз чего? Факел. Да, ну, фигурально, вера, да? Вера. Но у мудрых был светильник и сосуд еще с маслом. А у немудрых только был светильник. То есть, получается так, что у мудрых настолько было внутри много Духа Святого, знания Господа. Вот именно отношений с Богом. Что даже то, что они задремали, то есть, нормально, даже когда мы дремем иногда, да, но самое главное в том, что когда жених пришел, да, и вот в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что наши светильники гаснут. То есть, мало того, что у них запаса не было, мало того, что их уже светильники, уже как наш микрофон, они уже вздыхали, знаете, не светили. И они стали просить, скажем так, у более духовных, продвинутых. Вот так часто, знаете, мы в своей лени, вместо того, чтобы искать Бога, взять пост, помолиться, пободрствовать, почитать Библию, нам легче набрать кому-то телефон. Духовным людям, у нас таких было много в церкви, не знаю, где они сейчас, да, слава Богу, они все в церкви. Но мы звонили, мы просили, и это хорошо, что когда церковь молится, но сами оставались без масла, без светильника, и не искали Господа. Согласны? Ну, скажите честно, что очень часто нам нужна была та сестра, тот брат, служитель крутой приехал, с Чикаго, там, с Миннесоты, нам легче было под их руки встать, да? А Господь говорит, а я тебя жду, сыночек, доченька, приди ко мне, я хочу с тобой говорить, я хочу, чтобы ты в этом покаялся, это отпустило, я хочу, чтобы ты со мной время проводил. И вот смотрите, что дальше произошло. И неразумные просят у этих масла, да? А мудрые отвечают, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Странное вообще такое пожелание, но это нормально для Израиля, потому что в силу той жары очень часто их маркеты были открыты всю ночь. И вот еще темно, скорее всего, что это рассвет ранний, да? И они говорят, идите, а может быть даже ночь. И они говорят, идите и купите себе, да? И они пошли покупать, то есть пошли покупать, а уже некогда покупать будет, друзья. Когда восхищение случится, некогда будет звонить, помолись церковь, помоги, я хочу уйти с го... Некогда, времени не будет. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Второго шанса нет. Приходят прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам! Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Как не знаешь? Как не знаешь? Я там 20-30 лет, христианин, ты меня не знаешь? И Иисус говорит, и так бодрствуйте, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придется на человеческий. Ибо он поступит, как человек, который отправляет в чужую страну, и дальше он говорит про рабов, вы можете 25-ю главу почитать. И вот это слово, бодрствуйте, оно, знаете, как холодный душ. Задайте вопрос себе, а бодрствую ли я? Бодрствую ли я в церкви? Прихожу изможденной работой, сидением на фейсбуке всю ночь, и я засыпаю. Бодрствую ли я среди недели? Бодрствую ли я, когда на молитву пастор ждет, и Олег все время, ну побольше бы нам душ на молитве, ну побольше бы людей на молитве, ты и ты, Олег. А на молитве три человека. Бодрствуем ли мы? И вот давайте мы сейчас просто возьмем вот эти листочки и будем читать. Вот Валечка бодрствует. Просыпаемся. Так. Маташа, передай. И мы эти стихи я просто заложила в симфонию, да, о бодрствовании. Просто чтобы нам это было хорошим таким пробуждением, что говорится о бодрствовании. И почитаем, почитаем. Конечно же мы согрешаем. Конечно же мы впадаем в искушение. Мы об этом сейчас поговорим. Хочу сказать, пока раздаете, был проведен такой интересный опрос. Опрос журналом Discipleship Journal. И просто спрашивали верующих, христиан спрашивали, какие области греха представляют для них наибольшую проблему. духовный вызов. Вызов. Как вы думаете, номер один, что было на первом месте? Вот что как бы уводит от Бога, соблазняет, искушает? Как вы думаете, что? Мама сказала не послушание. Я говорю не вере. Мани. А Мамона? Олег, ты прав. Мани. Материализм, друзья. Все.